Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу Самарская среда. Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В Самаре проходит месячник по благоустройству. Какие задачи нужно решить с его помощью в железнодорожном районе Самары? Какие частные организации и компании примут участие в наведении порядка в районе? Как повлияют требования Роспотребнадзора на проведение месячника? В нашей студии Вадим Тюнин, глава железнодорожного внутригородского района городского округа Самара. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать нам свои вопросы. Телефон студии 202-11-22. Вадим Владимирович, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Итак, одна из важнейших задач апреля, на мой взгляд, это привести город в порядок. То есть навести чистоту после этой сложной, тяжелой, непростой зимы. Она была снежная, плюс пандемия повлияла, безусловно. 1 апреля стартовал в городе месячник по благоустройству. В железнодорожном районе какие задачи ставятся? Что нужно решить с его помощью? Ну, наверное, начнем с того, что задача не новая. Задача ежегодная. Ежегодно с ней справляемся. Поэтому, в общем-то, и планы, они такие же, как, наверное, каждый год. Единственное, что определенные изменения вносит та ситуация, которая сейчас происходит из пандемии. В прошлом году месячник проходил практически без участия населения. Население мы не приглашали к участию. Кстати, вот помню, да, это было практически. Да, да, в связи с той ситуацией. Но, тем не менее, были жители, были собственники, которые самостоятельно выходили и помогали приводить город, дворы в порядок. Но они занимались только собственными территориями, своими дворами. Конечно, конечно. То, что, в общем-то, это их принадлежит. Это, кстати, очень, я считаю, очень правильно и очень хорошо. Это вызывает большое уважение. Это вызывает уважение, да. Ну, основные задачи какие? Естественно, основная задача первейшая – это приведение в порядок уличной дорожной сети, это приведение в надлежащее состояние придомовых территорий, территории, прилегающие к частным домам, жилым. Вывоз мусора, который будет собираться в процессе наведения порядка. Это, конечно же, приведение в порядок элементов благоустройства, ограждений, детских площадок, малых архитектурных форм. Это восстановление благоустройства в местах проведения зимних вскрытий, там, где у нас ресурсоснабжающие организации проводили ремонтные работы, там, где они сейчас закрыты по так называемой временной схеме, приведение их в порядок уже на постоянную схему. Это имеется в виду те территории, где проходил ремонт каких-то, ну, труб, каких-то коммуникаций, но в связи с тем, что это проводилось зимой, сделать это качественно было невозможно, то есть это была какая-то временная заплатка, назовем ее так. Так точно. И по правилам благоустройства, соответственно, ресурсоснабжающие организации должны восстановить это при наступлении теплого времени года. Соответственно, уже сейчас эта работа может начинаться в тех местах, где уже, ну, скажем так, просохло-подсохло и можно эту работу выполнять. Плюс это, конечно же, очистка, ремонт фасадов, восстановление водосточных труб, это очистка подвалов, чердаков, многоквартирных домов. Ну, и впоследствии, наверное, когда уже все эти основные работы будут проведены, это традиционно, опять же, очистка прибрежной зоны реки Самара в нашем районе и посадка цветов для того, чтобы город стал совсем красивым. Ну, про посадку цветов мы отдельно с вами поговорим, потому что тема, которая мне, на самом деле, самому очень нравится, ну, действительно, очень интересная тема, очень приятно о ней разговаривать. Мне подсказывают, что есть звонок в студию, Вадим Владимирович, давайте пообщаемся со зрителем и затем продолжим нашу беседу. Конечно. Здравствуйте, представьтесь, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут и какой у вас вопрос? Здравствуйте, Светлана, я бы хотела задать вопрос такой. Вот у нас поликлиника Кирова 38, там 100 метров дорога под мостом, к поликлинике вся в ямах и грязь, никогда ни один субботник там никто не убирал. Чья это территория? Чтобы нам хотя бы дорогу сделали к поликлинике, ходить невозможно. Вадим Владимирович. Ну, Кирова 38, это, вероятнее всего, наверное, Кировский район, я правильно понимаю? Промышленный район. Промышленный? Да. Ну, тогда этот вопрос, наверное, нужно переадресовать руководству промышленного района. Можно вас попросить, вот вы, как глава, вы же ведь все друг друга знаете. Я вопрос себе записал, я его обязательно переадресую к главе промышленного района, я думаю, он с вами свяжется и обязательно ответит вам на этот вопрос. Я так понимаю, у нас координаты звонящего есть? Ну, конечно, да, да, вы оставьтесь, пожалуйста, свои координаты, значит, на рецепшене телекомпании, мы передадим и зададим этот вопрос, и я думаю, что его решат. Уверен в этом. Даже я уверен, потому что, ну, коллегам надо помогать, безусловно. Итак, что бы хотелось еще уточнить, какие технические ресурсы будут выделяться, и как они будут выделяться? Потому что вот все, что вы перечислили, это требует, ну, на самом деле, больших ресурсов руками это не сделаешь, только руками. Безусловно. Ну, в первую очередь нужно сказать, что у нас территория города вся раскреплена за определенными юридическими лицами, субъектами, которые осуществляют свою деятельность на территории. То есть, если это мы говорим про улично-дорожную сеть, то это введение там муниципального предприятия благоустройства. Если мы говорим про дворовые территории, то это либо управляющие компании, которых у нас 38 на сегодняшний день в районе, либо ТСЖ, у нас 136 ТСЖ. Все эти организации у нас, естественно, участвуют в месячнике. Кроме этого, у нас принимают участие также все объекты потребительского рынка и шесть промышленных предприятий, располагающихся на нашей территории. Со всеми с ними мы провели уже установочные встречи, где определили ту прилегающую территорию, которую они убирают. Ну, и часть из них взяли на себя еще дополнительные обязательства по уборке неких территорий, которые они... Ну, опять же, это традиционно в районе было принято. Например, промышленные предприятия у нас дополнительно берут себе территорию, за что им отдельное спасибо, которую они приводят в порядок. Это, наверное, еще с советских времен идет вот эта традиция, на самом деле, когда промышленное предприятие, ну, я скажу так, брало шефство над некой территорией. Вот они ее приводили в порядок, за ней следили, убирали и так далее. Ну, и сегодня они отзываются, надо сказать, достаточно активно на наше приглашение присоединиться к этому процессу. И, в общем-то, за что им, повторяюсь, отдельное спасибо. Но, кроме этого, у нас по части территории, соответственно, работает наше муниципально-казенное учреждение техническое обеспечение. Это введение администрации района уже. У нас заключат на сегодняшний день контракт на вывоз мусора. То есть, соответственно, если там те же предприятия нам помогают на каких-то территориях, которые они взяли дополнительно себе, то мусор оттуда вывозим мы. Плюс вывоз мусора с тех территорий, которые обслуживаются непосредственно администрацией. Владимир Владимирович, мне подскажут, есть еще один звонок в студию. Давайте пообщаемся со зрителем и затем продолжим. Здравствуйте. 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 Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, и мы вас слушаем. И, пожалуйста, отойдите от телевизора. Меня зовут Терасима Егоровна Карелина, моя фамилия. Я председатель дома Черемшанской, 139. Промышленные, видимо. И мне хотелось бы, вот, чтобы помогли дому моему. Два года назад ямочный ремонт здесь, асфальт прокладывали. Одну полосочку сделали и на этом закончили. А вот арось в арку дома утром идут дети, детский садик и в школу. А у меня тут, вы знаете, такая грязь. И люди меня спрашивают. Ну, помогите, пожалуйста, в Тигрский район. Владимир Владимирович, ну, вам придется и с этим коллегой пообщаться. Давайте поможем. Старший по дому, между прочим, очень хорошая женщина, потому что, обратите внимание, как она за свой дом болеет. То есть ей не все равно. Это очень ценный человек. Таких старших по дому... Серафим Игоревич, записали ваш вопрос, но тоже немножко не по компетенции. Это вопрос к Кировскому району. Но вопрос записал. Обязательно передам главе Кировского района. Уверен, он вам поможет. Вот, между прочим, хочу сказать, вот, во время субботника старший по дому, хороший старший по дому, это очень ценный человек. Вот, согласитесь. Это помощник. Это главный помощник во всех вопросах. Однозначно. Который может вообще решить, ну, на самом деле, многие вопросы, без которого мало что можно сделать. Так вот, продолжая нашу беседу, вы сказали о том, что юридические лица, ну, с удовольствием откликаются, на самом деле. А это вообще их обязанности или это в значительной степени их добрая воля? Нет, но в правилах благоустройства прописаны их обязанности, которые они должны выполнять. Ну, плюс к этому, как бы, люди проявляют, честно скажу, не все, конечно, не все, но те люди, которые постоянно и давно работают на территории района, там, постоянно взаимодействуем с ними, они откликаются и берут на себя какие-то дополнительные обязательства, помогают району. Это, в общем-то, тоже дорогого стоит. Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет, а затем продолжим нашу беседу. Сюжет касается именно вашего района. Обратите внимание, звонки пока идут из других районов, значит, у вас ситуация, наверное, ну, более благополучная, я так подозреваю. Может быть, просто кто-то быстрее реагирует. А может быть, кто-то быстрее реагирует. Давайте посмотрим сюжет. Крымская площадь готовится встречать жителей и преображается с приходом весны. Излюбленное место для прогулок жителей железнодорожного района очищают от снега и наледи. Общественное пространство отремонтировали два года назад по федеральной программе формирования комфортной городской среды и национальному проекту «Жилье и городская среда». Площадь стала, во-первых, безопаснее, потому что вокруг мы видим ограждение. Во-вторых, здесь большая площадь для катания детей на самокатах, начиная с самого маленького возраста, на велосипедах. Летом у нас фонтаны. Так как площадь Крымская, то при благоустройстве здесь появились арт-объекты, которые ассоциируются с Черноморским побережьем. Это Ялтинский маяк, а также мозаичное панно у фонтанов в виде карты Крыма. В теплую погоду здесь регулярно проходят праздники района. Ежедневно выходят на прогулку жители. Интересный момент, что здесь есть липы. И вот когда летом ты проходишь сквозь эту площадь, ты ощущаешь этот прекрасный аромат липы. И поэтому сюда постоянно вот сейчас стекается уже народ, который здесь отдыхает со своими детьми. Я иногда отдыхаю здесь сам, сажусь, это самое. Детей очень много играют, всем нравится. Площадь благоустроили благодаря активной позиции жителей. Почти 10 тысяч человек проголосовало за преображение сквера. Спасибо, что всегда учитывают наше мнение. Проходит публичное слушание, то есть по дизайну проекту. То есть наше мнение жителей активно учитывается, выслушивается. Менее чем через месяц стартует голосование по выбору территорий для благоустройства в 2022 году. Голосование пройдет онлайн с 26 апреля по 30 мая. Все подробности можно узнать на сайте, который указан на экране. Владимир Владимирович, вот Крымская площадь, замечательное место, очень красиво сделано, очень хорошо. Какие территории будут приводиться в порядок, вот кроме Крымской площади в вашем районе, то есть что вообще будет приводиться в порядок? И сколько субботников, кстати, вы планируете? Ну, традиционно, в общем-то, у нас приводится в порядок общественные территории, их у нас 10 на территории района, такие самые значимые. Ну, в первую очередь, опять же, это Крымская площадь, парк Щерса, еще там 8 территорий, которые у нас определены как общественные места. Плюс у нас в районе проходит 209 улиц официальных, это то, что однозначно приводится в порядок. И у нас 294 двора на сегодняшний день, которые мы должны тоже до конца апреля привести в надлежащее состояние. Вот основные, как бы, скажем, вехи, которые мы себе наметили. Что касается субботников, у нас в планах было 4 субботника, один из них прошел 3 апреля. В этом субботнике у нас принимали участие, в первую очередь, конечно, управляющие компании, ТСЖ. В связи с тем, что у нас на улице пока лежит снег, то есть основные задачи, конечно, были, это в первую очередь, ворошение снега для того, чтобы он быстрее таял, особенно в теневых местах, и открытие водоприемных воронок для того, чтобы, когда снег начнет подтаивать, чтобы не было подтопления территории, чтобы вода уходила в лимниевую канализацию. Вот основные вещи, которые проходили 3 числа. И еще три субботника у нас намечены, это, соответственно, 10, 17 и 24 апреля. Очень надеемся, что они будут достаточно многолюдными, и надеемся, что в этом году нас поддержит население района. А средники планируются? Потому что я вот не зря задаю этот вопрос. Обычно во время средников, но я знаю, что еще и сотрудники администрации выходят на улицу поработать. Ну и не только сотрудники администрации. А средники планируются, сегодня был первый. А, уже был? Да, впереди еще три. Сотрудники администрации принимают участие как в средниках, так и в субботниках. Также в средниках, опять же, у нас принимают участие сотрудники муниципальных предприятий, управляющих компаний ТСЖ. То есть средники и субботники – это основные, скажем, дни, в которые дополнительно приводятся в порядок территории района, не считая постоянной ежедневной работы службы благоустройства. Вот, кстати, интересный вопрос. А чисто, ну, скажем так, номинально, чем средник отличается от субботника? Или это просто красивое название для того, чтобы вот, ну, выйти на работу? Или все-таки разные задачи решаются? Нет, ну, в первую очередь, скажем так, это в графике. Потому что в субботу мы выходим с утра, радостно, в выходной день приводим в порядок территорию. Ну да, как раз свежий воздух. Да, средник – это немножко другая история. То есть до обеда сотрудники работают на местах, после обеда выходят на поддержание территории, на уборку территории, соответственно. Вот мы когда смотрели сюжет, там, я обратил внимание, был плакат, который касался программы формирования «Комфортная городская среда». Вот иногда ее еще называют КГС, такое как бы сленговое название, которое, в общем-то, уже устоялось. Вот на сегодняшний день по программе «Комфортная городская среда» КГС, что планируется и когда будете выбирать новые территории? Вообще, как будет идти работа в районе по этой программе? Ну, по этой программе, в первую очередь, у нас идет направление, в двух направлениях мы движемся. То есть это ремонт общественных территорий, благоустройство общественных территорий и благоустройство дворовых территорий. Значит, в части дворовых территорий, там, где у нас полномочия района, это в этом плане, в этом году у нас намечен ремонт трех территорий, три двора мы ремонтируем. Это двор Гагарина 7А9А, к которому мы приступили уже в прошлом году, где мы отремонтировали дороги, сделали свет, и в этом году будем уже ремонтировать непосредственно сам двор. И еще два двора по улице Революционная, это Революционная 159-161 двор и следующий рядом с ним соседний двор, Революционная 163. Вот такие планы у нас по дворовым территориям. По общественным территориям, к сожалению, к великому сожалению, в этом году у нас в районе не делается ничего, но есть очень важная вещь, которую необходимо нам всем сделать. В этом году у нас немножко изменились на федеральном уровне правила голосования по общественным территориям. То есть сейчас все мы будем принимать участие в выборе территорий, которые будут ремонтироваться в 2022 году. Соответственно, по новым правилам это будет голосование электронное, там есть два вида голосования, то есть это либо голосование, если у вас есть доступ на госуслуги, если вы там зарегистрированы, соответственно, через портал госуслуг. Либо второй вариант, он несколько упрощенный, это через волонтеров. У волонтеров будет своя программа стоять, которая позволяет вам в упрощенном виде проголосовать за ту или иную территорию. Голосование начнется 26 апреля, продлится оно до 30 мая. Соответственно, выбирать мы будем из 19 территорий, которые уже отобраны как приоритетные в январе месяце этого года. По ним во всех районах города уже в феврале прошли слушания общественные по обсуждению дизайн-проектов. И поэтому с 26 апреля все мы можем принять участие в выборе той территории, которая ближе нам, которая нам дороже и которую мы действительно хотим, чтобы она была отреконструирована. Соответственно, пользуясь случаем, обращаюсь к жителям, ну, в первую очередь, конечно, железнодорожного района, хотя, в общем-то, необходимо, конечно, чтобы все приняли участие в этом мероприятии, чтобы это было действительно осознано, чтобы это помогло выбрать те территории, которые наиболее важны для людей. У нас в списке этих 19 приоритетных территорий три территории железнодорожного района. Это парк Щерса, это у нас сквер у Камня первых космонавтов на улице Гагарина и это бульвар по улице Чернореченской. Поэтому приглашаю всех жителей принять участие в этом голосовании, определить ту территорию, которая вам нужнее, важнее, по вашему мнению, проголосовать за нее. И тогда ваша территория получит больше шансов на благоустройство в 2022 году. На попадание вот в эту программу? На попадание в эту программу. То есть я правильно понимаю, еще раз давайте подчеркнем, что от активности, от того, насколько активно люди проголосуют, то есть они, по сути, говорят, мы хотим вот это. И, соответственно, власть прислушивается, и она, и затем начинается реконструкция, начинается благоустройство именно этой территории. То есть, собственно, все просто на самом деле. Голосование позволит выстроить рейтинг этих 19 территорий, которые у нас выбраны, в приоритетном порядке. И, соответственно, средства будут распределяться именно в этом порядке. Поэтому, чем выше территория займет место в этом рейтинге, тем больше у нее шансов быть благоустроенной. Тем быстрее она начнет благоустроиваться, по сути дела. То есть это можно в 2022 году получить, а можно и позже. Да. Вот, кстати, а если продолжать вот эту тему, что нужно делать людям для того, чтобы их двор попал в эту программу? Потому что дворы приводят в порядок очень хорошо. То есть я лично видел, я знаю, в разных районах дворы, которые просто очень красивые стали. Вот что нужно сделать для того, чтобы двор твой попал в эту программу и его реконструировали, по сути дела? Ну, по дворовым территориям есть определенный перечень документов, которые необходимо подать в районную администрацию для того, чтобы, соответственно, ваш двор попал в эту программу. Этот перечень опубликован в первую очередь на сайте районной администрации нашим. Там можно все это посмотреть, собрать документы и заявиться. И там ведь самое главное, там же, когда идет вот этот процесс разработки проекта, в нем же можно поучаствовать, и на него можно очень существенно повлиять. Совершенно точно, причем проекты мы разрабатываем, могу сказать, что за год, наверное, практически до реализации программы. То есть если мы в следующем году планируем, что у нас этот двор, вероятно, будет реконструирован, благоустроен, соответственно, в этом году мы с жителями начинаем разработку проекта. Потому что, как правило, сначала подключается небольшая группа жителей, потом эта группа увеличивается, у всех свое мнение, поэтому мы начинаем эту работу заблаговременно для того, чтобы к моменту реализации программы, для того, чтобы к тому моменту, когда уже во двор придет подрядчик что-то делать, уже все моменты были в достаточно большой степени проработаны. Для того, чтобы потом нам не ломать проект уже, что будет практически возможно и нельзя. Ну да, просто чем это хорошо? То есть это сразу можно заранее спланировать, где будет парковка для машин, где будут лавочки, где будут зеленые насаждения, где будет спортивный уголок, где будет детская площадка и так далее. И что за счет чего? То есть может быть меньше места для машин, но больше там лавочек и так далее, и так далее. Все вот зависит от людей. Мы собираем все мнения заинтересованных жителей, потом, соответственно, пытаемся это все аккумулировать и вписать в тот проект, который у нас получается. Вадим Владимирович, однолетние цветы. Мы с вами в начале программы начали говорить, где будете сажать, потому что я знаю, что в городе уже очень много вырастили саженцев, но в ближайшее время начнется работа. Совершенно точно. В этом году у нас по плану высадка цветов на территории порядка 4000 квадратных метров. Это однозначно все наши 10 общественных территорий, про которые вот я только что рассказывал. Это 6 наших основных улиц, то есть это улица Красноармейская, Гибалова, Льва Толстого, Пензенская, Тухачевского, Гагарина, основные улицы города. И плюс еще к этому традиционно мы высаживаем цветы. Сейчас две территории у нас еще. Это скверик между улицами по Пензенской, между домом 67-69. Там жители очень просили это делать, и мы там третий год это делаем. И еще у нас появилась очень интересная территория. Это аэродромная 16А. В позапрошлом году там была отремонтирована библиотека детская. Великолепное получилось абсолютно место. Знаю это место. Великолепная библиотека. Да. Вот. Поэтому мы вокруг нее тоже планируем и уже второй год будем высаживать там цветы для того, чтобы не только сама библиотека играла, а еще и территория вокруг нее. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте паузу сделаем чуть позже. Мне подсказывают, что есть звонок в студию, а зритель это святое. Давайте пообщаемся. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я Ирина Васильевна, житель Мяки, 24 Б. Да, слушаем вас, Ирина Васильевна. Вот. У нас тут две высотки. Две высотки по 17 этажей и семейное общежитие. У нас очень маленькая детская площадка. Мы даже не знаем, к кому она относится. К нашему дому или к общежитию или к тому дому. А нам, старика, ни одной лавочки нету, даже прийти нету. Вот сзади нашего дома школьная площадка. Я ни разу не видела, чтобы там за 5 лет, что я тут проживаю, чтобы дети там занимались, со школы. Там выигул, площадка для выигула собак. И еще. За площадкой мусорка, там земля, говорят, это не к нашему дому относится. А к площадке школьная земля. У нас РУЦ, Илья Анатольевич, сделал там для избранных людей стоянку. Протянул там цепочку, замок. Я писала. Очень много заявлений. И в администрацию, и товарищу Тюнину звонила. Все, уже год из тревизни, и уже год разбираются у нас с этой стоянкой. Я человек больной на секцию операцию делаю. И вот представляете, зимой 10 машин мне мало того, что в округе одни машины, а мне еще зимой 10 машин. Ясно. Спасибо большое. Спасибо, Вадим Владимирович. Ну, вы записали? Я записал, да. Могу, в принципе, сразу ответить. Елена Васильевна, мы посмотрим, где можно поставить лавочку, как вы сказали, для пожилого населения. С вами свяжемся обязательно, посмотрим. Что касается той цепочки, про которую вы говорили, вопрос доведен до полиции. Я думаю, что мы в самое ближайшее время это все уберем, и, соответственно, доступ туда будет открыт. По поводу благоустройства общего территории, могу сказать, что помимо тех мест, которые вы обозначили, там еще за общежитием было очень много гаражей, которые мы убрали. И, в общем-то, в планах у нас благоустройство и той территории в том числе. И мы обсуждали этот вопрос и с председателем вашего ТСЖ в том числе. И я думаю, что ту территорию тоже мы благоустроим. По поводу территории школы, тоже вопрос с департаментом образования прорабатываем, проблематику знаем. Я думаю, в ближайшее время мы совместно каким-то образом эту территорию облагородим, решим, и она будет использоваться во благо детей. Вы знаете все проблемы района. Могу только вот поаплодировать вам. Давайте сейчас сделаем паузу, посмотрим сюжет, затем продолжим нашу беседу. Переходный период во время таяния снега, как правило, обнажает ямы, выбоины и другие разрушения дорожного полотна. Даже если рабочие уже восстанавливали те или иные участки улиц, они готовы возвращаться туда снова и снова, чтобы вновь привести отрезок дороги в нормальное состояние. Сейчас в Самаре вовсю идет аварийный ямочный ремонт дорог. Проводят его с помощью литой асфальтобетонной смеси. С начала марта в городе таким способом залатали 11,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна. По качеству у нас муниципальным учреждениям дорожного хозяйства ведется постоянный контроль. Проверяются анализы литой смеси, контролируется укладка, замеры температуры, способ укладки, подготовки ямочек, пока проблем у нас не возникало. Улица Клиническая оказалась одной из проблемных в городе. Сегодня здесь от улицы Дзержинского до авиационной вовсю кипит работа. Дорожные рабочие вместе со спецтехникой выполняют весь технологический цикл работ по восстановлению маршрута. Сначала избавляются от остатков снега, воды и мусора. Затем с помощью отбойных молотков яму обрубают, задавая нужную геометрическую форму, чтобы асфальтобетонная смесь легла ровнее. Далее залитую смесь разравнивают и дают остыть. Уже через полчаса по этому участку могут ехать машины. Этому способу ремонта не помеха даже высокая влажность. Влага выпаривается за счет разницы температуры асфальтобетонной смеси и дорожного покрытия. Уплотнение не требует ни кодков, никаких виброплик. Смесь сама растекается и уплотняет по времени. План по ремонту и обновлению дорожной сети формируется практически каждый день. В работу оперативно берутся участки, на состояние которых жалуются жители в соцсетях. Также работают с маршрутами, обновляясь которые предписывают надзорные органы, например ГИБДД. Перечень корректируется и с учетом мониторинга состояния уличной дорожной сети. Вадим Владимирович, итак, дороги после зимы. Что происходит, что будет происходить, что будете делать? Ну, во-первых, нужно начать, наверное, с того, что в месячник по благоустройству в том числе запланирована и проверка качества дорог, и дорог гарантийных. В случае, если там есть нарушения, соответственно, претензия выставляется подрядчику на устранение. И дорог негарантийных, которые необходимо включать в ремонт. По части дорог действительно уже, вот как показали в сюжете, начался ремонт асфальта, литым асфальтобетоном. Плюс планируется, что в мае месяце у нас начнутся уже работы по карточному ремонту внутридворовых проездов, внутриквартальных дорог. Запланированы эти работы. Ну, и, в общем-то, на части дорог, я думаю, что к маю месяца уже приступят и по капитальному ремонту. В первую очередь, это уличная дорожная сеть. Ну, забегая вперед, могу сказать, что к середине июня мы планируем, что и во дворы мы зайдем уже с капитальным ремонтом. Соответственно, весь объем запланированного ремонта на этот год, я думаю, будет выполнен. И по уличным дорожным сетям, и по внутриквартальным проездам, соответственно. На вот этот месячник по благоустройству, как повлияют требования Роспотребнадзора, меры безопасности, вот какие будут приниматься во время пандемии? Потому что ведь, ну, пока еще не закончена, скажем так, ситуация-то. Ну, пока мы получили устные предложения, требования от Роспотребнадзора, да. Поэтому мы, в общем-то, для того, чтобы избежать каких-либо вот этих вот эпидемических процессов, совместно с шансовым инструментом подготовили и средства индивидуальной защиты. То есть мы будем выдавать жителям на пунктах выдачи инвентаря. У нас их 31 в этом году запланировано в районе. Будем выдавать и перчатки, будем выдавать и маски. Ну, и, соответственно, напоминать о необходимой дистанции даже на улице, чтобы люди соблюдали дистанцию друг между другом не менее двух метров. Ну, что ж, спасибо за интересную, очень подробную беседу. И я надеюсь, что вот все то, что вы запланировали, будет выполнено, потому что после этого, ну, район будет выглядеть совершенно по-другому. Ну, и я надеюсь, что мы с вами увидимся на субботнике и вместе приведем наш город в порядок. Спасибо вам. В нашей студии был глава железнодорожного внутригородского района Самара Вадим Тюнин. Давайте вместе приведем наш город в порядок. Удачи в делах. До свидания.